Привет! Сегодня с вами снова папа. Я на участке. У меня тут остались незаконченные дела. Я докошу. Проверю тут обстановку по нашим плодам, какие сегодня принесли наши деревья. Посмотрю, какая трава успела вырасти. Ну, думаю, сегодня недолго. Буду там осталось мне докосить. Может быть, часа за четыре управлюсь и проеду домой. Так. Ну, хочу еще кое-что показать. Последние дожди, которые прошли, принесли немножко травы. Вот. Это две недели назад я косил. Тоже какая трава. Она уже начала расти. В принципе, я бы сказал, что ее здесь немного, но она уже есть. Это однозначно. Здесь по мелочи тоже начинает расти. Ну, не так сильно. В принципе, более-менее. Тут какая-то газонная травка хорошая вырезала. Очень даже мне нравится такая. Что я хотел показать. Короче, я думал, что это каштейля. Да? Ну, сдается мне, раз она вся осыпалась, то ее уже больше нету на деревьях. Она вся на полу. Ну, это никак не может быть каштейля. Каштейля, по-моему, позднее немного. Значит, это какой-то другой сорт. И он уже осыпался. Придется собрать тут, что есть хорошее с земли. А все остальное, там уже, может быть, заберу все, что осталось на ветках. Там пару яблок. И все. Видимо, их больше не будет. Да? Да-да-да-да-да. Сейчас гляну, что там со сливами. Груши еще висели. Однозначно. Вот что у меня осталось сегодня докосить. Совсем, в принципе, немного. Ну, надеюсь, что немного. Что все пойдет гладко. Сливы тоже многие попадали. Ну, еще что-то висят. Ну, сливы я в этот раз собирать не буду. Все привезенные мной сливы оказались червивыми. Как я их ел, я не знаю, с червями видел. Поэтому ничего я срывать не буду. Все, оно червивое. Я не знаю вообще, как с этим бороться. Если эта слива будет постоянно такая червивая, то... Зачем она вообще нужна? Я не знаю. Что-то обрабатывать, видимо, чем-то нужно. Ну, это в будущем я почитаю. Посмотрю и разберусь. Нужно что-то делать с этим или нет. Вот это вот подсказали. Спасибо подписчикам. Чернослив. Вот это вот дерево. Это чернослив. Ну, почему-то нету на нем черносливок. Значит, будут в следующем году. Ну, я его оставлю и посмотрим. Ладно, я пошел, в общем, заправлять косу. Надо начинать косить. Ах, да, вот же ж, груша еще. Да, на ней еще груши остались. Они есть. Только, если честно, меня смущает, знаете что? Почему-то на одной стороне одни груши, на другой стороне они уже отцвели, изгнили. Одна ветка еще плодоносит. С этой стороны плодоносит. А там какие-то мелкие. Такое ощущение, что это дерево было со всех сторон привито разными сортами. Если такое возможно, конечно. Ну, я так... Я другого не вижу варианта. Потому что вот эти уже давным-давно высохли даже. Странные. А здесь еще что-то есть. Не понятно. Ладно, вот моя коса. Сейчас я ее заправлю. Взял сегодня 4 литра. Вот это то, что вижу себе. Это только что был мой взгляд в небо. Я лежу. У меня перерыв. Я отдыхаю. Отдыхает риммер. Я кушаю яблоко. Погода замечательная. Я почти докосил. И вообще все просто супер. Все просто супер. Я очень доволен. В общем, у меня две хорошие новости. Первое. Виноград, который был еще зеленым, начал синеть, в принципе. Это значит синий виноград. Я его попробовал. И тот виноград, который я ненавижу и забыла. По-моему, он другого вкуса. Значит, возможно, это не забыла. Что, в принципе, само по себе уже хорошо. Потому что это было, это не виноград, а вообще непонятно что. Так, это первая новость. Вторая новость. Я закончил косить. И участок преобразился. Ну, как вам? Вон, забор виден. Сейчас можно даже... Я думаю, мы сейчас к нему прогуляемся. Вот и конец забора. Сегодня я решил за забором не косить. Бензин закончился. Еще один бак разводить. Ради одного бака мне что-то не особо, не хочется. Поэтому вот эту вот всю за заборную лабуду я оставлю. Ну и вот, собственно говоря, малины кусок этот остался. Я его, не знаю, мне очень хочется его вырезать. Просто я не знаю, смысл его вырезать. Его все равно корчевать надо. Мне кажется, все равно пойдет расти по весне. Поэтому оставлю такую полосу, как будто бы у меня есть малина. И как будто бы мы ее едим. Хотя ее никто не ест. Собирать вряд ли кто-нибудь будет в этих долючках. Ну и ладно, в принципе. Теперь осталось что? Осталось... Осталось собрать урожай. Немножко сливы я не буду брать, я уже говорил. Соберу немного яблок и груш. И поеду домой. А вот и урожай подоспел. В общем, тут такая интересная штука. Вот одна груша. А вот другая груша. А вот... А вот еще и третья груша. В общем, на этом дереве походу 4 сорта или 5 груш разных. Там с одного ствола. Причем растет. Это просто капец. Короче, вон там один сорт. Здесь другой. Там третий. Там, видимо, четвертый. Тут пятый. Потому что они все разные. Отцвели все в разное время. Вот это да. Тут какая-то генная инженерия, походу, замешана. Жить просто. Но они все вкусные. Однозначно. Урожай я собрал. Собираюсь домой, в принципе, уже. Так что, я думаю, можно сегодняшний ролик заканчивать. Подписывайтесь на фермеровую Вову. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok